Всем привет, мои дорогие! Вы на канале Лара из Махмутлара. Ну, кто не знает меня, может быть, кто впервые присоединился, я расскажу о себе быстренько. Я пенсионерка, я приехала на постоянное место жительства в Турцию в сентябре. До этого было два месяца... Был у меня своеобразный тест-драйв, это я жила месяц в Анталии, месяц в Махмутларе. И вот потом выбрала для себя место жительства в Махмутларе. И ко мне присоединилась дочь, и вот сейчас она уже купила здесь квартиру, и мы живем. Короче, обо всем об этом у меня есть видео, как я собиралась, как я здесь живу, сколько у меня уходит денег на питание, на все. Смотрите, это кто только присоединился. Все остальные со мной уже давно, и спасибо вам. О чем сегодня хотела поговорить? Ребята, вы сами знаете, кто мне пишет, ну и пишут очень много о том, что же сейчас творится в Турции, как турки относятся к русским. Вот так спрашивают. Очень много вопросов. И я решила написать про это видео, потому что, конечно, всех это волнует. После того, как весь мир обложил Россию, да, и вот девочки мне пишут, что там в Испании какие-то заварушки с русскими. Вот у нас недавно я снимала видео про то, что было в Авсаларе, да, на пляже. Потом еще одна моя подписчица, у нее у дочери бар в Финляндии, и она тоже говорит, что пришел посетитель Финн и начал нелестно говорить про Россию. На что муж этой женщины, он финн, он как начал ему там объяснять, там что-то говорить. И тот мужчина чуть не со слезами на глазах извинялся, сказал, простите, простите, я ничего этого не знала. Ну, короче, везде, во всем мире сейчас неоднозначное отношение к русским. Это неправильно, это неправильно. Но в связи с тем, что идет такой, такая массированная атака вот этих всех фейков, да, этих всех, я не знаю, кому только не писали. Мне уже пишут в директ постоянно, вот эти скидывают фотографии, видео. Понятно, что сейчас уже даже есть целая служба, которая все это развенчивает, что это просто действительно огромные-огромные деньги выделены на этот хайп. Нет, я даже не знаю, как это сказать, поэтому, ну, на то, чтобы сейчас вот только негатив говорить про Россию. Мы не будем этого делать, мы с вами, как всегда, нейтральная сторона. Я расскажу о том, что сегодня происходит, ну, именно со мной в Турции, именно со мной, с моими близкими. Потому что за все я отвечать за всю Турцию не могу, за то, как люди, ну, потому что у каждого свой мир, да, у каждого своя энергетика. Мы это не будем обсуждать, потому что у всех свое. Я расскажу лично про себя, как ко мне относятся, ко мне и к моим близким относятся турки. Ну, я точно так же продолжаю ходить в магазины, на рынок и на рынке. Вот я, знаете, даже не заметила разницы. Все люди, единственное, стало чуть-чуть подешевле на рынке. И вот этот раз я заметила, прям значительно подешевле фрукты и овощи стали. А все люди точно так же улыбаются, точно так же мы с ними начинаем торговаться. Они смеются, мы смеемся. Ну, всегда вот как-то так весело проходят эти торги. В магазины хожу, и там, да, вот я просто, знаете, удивилась раз. Я прихожу, ну, постоянно, вот у меня один магазин шок, все знают. И уже продавцов, продавцы, конечно, тоже, ну, наверное, потому что я уже 5 месяцев хожу. Потому что мы всегда, я подхожу к кассе, да, и всегда они начинают улыбаться. Я уже подхожу, так даже если кто-то уже стоит, я так кивнула, мираба. Они так всегда, мираба, насылсыныс, там вот так. И я там, им, тошекиры дыри, насылсыныс. И они там тоже сказали, я говорю, о, там, 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 все, они, обязательно уходишь там, если вечером я к Шамлар, да, вот, все всегда. Ну, я ни разу не почувствовала, что кто-то на меня вот в магазине, на рынке посмотрел вот косом. Я даже про это не думала, пока они стали мне задавать таких вопросов. И потом, вот я сейчас, конечно, я так иду уже, смотрю, как на меня смотрят. Ну, на меня никто не обращает внимания. Ну, в смысле, все как ходили, так и ходят. Пожилые, тут даже так интересно, идут женщины, ну, вот, в турецких одеждах, они всегда улыбнутся. И что-нибудь там, мираба, вот просто посторонний. Я вчера вечером возвращалась домой, уже было давно темно, уже было поздно и темно. И я иду тоже, и две женщины идут, и, ну, они так вот наискосок шли, они со мной поравнялись. И они такие, и Ак Шамлар, ну, я им тоже, и Ак Шамлар, это добрый вечер, абсолютно пешеходные женщины. Ну, я имею в виду абсолютно посторонние женщины ночью, ну, не ночью, вечером. Вот, и точно так же, когда идешь, вот, во дворе я в своем иду, всегда, турецкие люди, они всегда здороваются, они всегда улыбаются. Они всегда, вот, обязательно скажут там, ну, обязательно поздороваются, мираба, даже просто мираба, спросят, мираба. И так улыбнулись и пошли дальше. У меня сегодня беда, представляете, ночью был ужасный дождь. И я вышла на балкон, а я, у нас же балкон и близко, вы знаете, да? И сосед приехал, у нас балкон, и прямо, ну, вот, там метров, наверное, пять между соседями. И я выхожу на балкон, он стоит и там показывает мне на цветы. И так, о-о-о, я смотрю, у меня один цветок упал. И он такой со мной тоже выглядывает, ну, я там выглядываю, где цветок. И он выглядит, он, ой-ой-ой, я тоже говорю, ой-ой-ой. Ну, я взяла пакет, сейчас думаю, пойду как раз на улицу, посмотрю, где там мой цветок. Если никто не забрал, то я его заберу и принесу домой. Вот. Ну, я про то, что дня два назад я плачу за интернет своему Кападжи. Вот. И я написала, что когда я могу отдать вам деньги, он сказал, что, ну, если вы сегодня дома, я зайду. Он зашёл, я ему отдаю деньги за интернет, и он мне спрашивает, у вас всё хорошо? Я говорю, да, спасибо. Он, вам не нужна помощь? Я говорю, да нет-нет, спасибо. Всё у вас, всё. Ну, он, знаете, вот прям, я собиралась на рынок, вот, это было во вторник. И он такой прям, у вас точно всё хорошо? Всё хорошо. И так улыбается, вам не нужна помощь? Я говорю, ой, нет, спасибо, спасибо, вот сейчас Бен Гиди Рума, Пазар, ну, там, 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 всё, Англодым. Всё, понимаете? Я сначала даже тоже не обратила внимания на это, но думаю, я так подумала, думаю, что-то как-то он, у вас всё хорошо, у вас всё хорошо. А потом, вот, когда у меня вот пошёл прям поток этих вопросов, я думаю, может быть, он тоже со своей стороны спросил, всё ли у меня хорошо, никто ли меня не обижает. Ну, вот так. Ну, я сказала, что всё хорошо, всё. Ещё хотела, ну, значит, про это. Знакомые, те, кто, ну, с кем мы много общаемся, они почему-то вообще, они, конечно, очень переживают такую ситуацию сейчас в России, прям очень переживают. Даже, знаете, вот, ну, очень переживают и говорят, что экономика России, в это, Турция, да, они понимают всё это, и они говорят, ой, мама, там, алла-алла, когда же это всё закончится, потому что, ну, понятно, да весь мир зависит от нашей экономики, как оказалось. Вот. И, ну, турки, я понимаю, нет, я не могу от них требовать, что вот любите, допустим, мою родину так, как я, нет. Но они относятся как с понятием, они понимают, что если мы приносим им доход, то они к нам хорошо относятся. Поэтому я не знаю, мне кажется, ну, в смысле, вот сейчас расскажу, что, опять же, я сама знаю, только то, что я сама знаю, я всегда говорю. У моей дочери есть знакомая, её ребятишки ходят в школу. Я забыла, какая школа, ну, наверное, вот, наверное, 50-я, которая рядом с нами. Там очень много детей в классе, и там произошла такая ситуация, что девочка сказала, к ним подошли турецкие ребята и сказали, там, вы русские, и прям так, ну, прям серьёзно, вы русские. И девчонки, это увидела учительница. Она говорит, моментально учительница подошла, учительница забрала этих ребят, отвела к директору. Тут же у них в этот день прошли уроки в школе о том, что им объясняли, что не надо в это вмешиваться, это не наша проблема, это всё решится хорошо, всё это, нужно быть добрее друг к другу. Прям вот это говорили. Понимаете, молодцы какие. Написали в родительский чат о том, что вы не волнуйтесь, если какие-то проблемы, говорите в школу, мы это всё будем решать. У нас в школе, вот у Кати с Кириллом, я тоже спрашиваю, говорю, Катюш, как у вас в школе? Она говорит, ну, у нас всё нормально навсегда, у нас всё нормально, с нами все доброжелательно. Говорит, один раз я слышала слово Россия, говорит, ну, просто вот ребята говорили, говорили Россия. Ну, конечно, они приносят информацию из дома, они смотрят интернет, так же всё понимают. А тем более, я говорю, сейчас мы знаем, сколько вот этих фейков и всяких снимков присылают, ужасных. Я говорю, я сама смотрю и говорю, господи, люди, не смотрите столько много, не смотрите столько много ужаса. Ну, в смысле, надо фильтровать. Мы знаем, что это всё непросто. Мы с вами знаем, всё это непросто. Но не давайте совсем голову вот этим мусором засорять. Мы знаем, что там действительно беда. Мы это знаем, мы все переживаем. Мы все переживаем и за мою страну, и за Украину, потому что за весь мир, за весь мир. Потому что это коснулось каждого. Вот каждого из нас это коснулось. Вот. Но, как я всегда говорю, давайте будем терпимее к друг другу, да? И понимать, что, ну, не всё то, что нам преподносят на блюдечке, это есть правда. Ни с одной стороны, ни с другой, а самое главное, с третьей стороны, которая, я считаю, во всём этому виновата. Но это моё мнение, об этом мы не говорим. Вот. Значит, у нас, я начала говорить про Катину школу, и я говорю, Катюш, ну, если вдруг что-то, ты не стесняйся, ты сразу подойди к учительнице. Она говорит, а у нас уже всё учительница сказала, если кто-то будет к нам подходить, чтобы мы сразу ушли к директору и всё рассказали. Так что с этим всё тоже. Ну, она вот, вы знаете, вот вообще так на лайте даже не сказала, ой-ой-ой, там страшно. Нет. Вот всё было именно так. Вот. Конечно, ребята, дело такое, в смысле, никто от этого не застрахован, и я тоже, я вам говорю про сегодняшний день. Как будет дальше, я этого не знаю. Вот сейчас пойду смотреть свой цветочек, пройдусь, поснимаю вам просто улицы, чтобы вы посмотрели, что происходит на улицах. Ну, в смысле, как люди себя ведут. Ну, вот так рабочий день. Вы до дома. Да. Не надо уже заводить, а не помогать. Все заняты, почему-то вообще пустая улица сейчас. Но это только сейчас. Ну, не потому что улицы пустые, а потому что, ну, сами турки, они сейчас все на работе, да и в это... Вот здесь стоят жандармы, так что нам вообще не страшно. Сейчас выйду на нашу главную улицу, сниму вам там ещё. Ну, вот смотрите, это наша центральная улица Барбаросса. Скидки в магазинах есть. Кафе строят. Перестраивают. Вот это у нас дорога перед морем. Хочу сказать, что это обычный. Кому-то я помешала. Вот. Ой, там какие волны. Надо будет сегодня сходить, посмотреть на море. Обязательно сходи. Ну, вот я вам показываю, что всё в штатном режиме. Точно так же это обычный рабочий день, когда кто-то вот бегает по набережной, кто-то гуляет с коляской. Вот там едет на велосипеде человек. Всё, короче, всё как всегда. Так что на сегодняшний день у нас всё очень спокойно. Ну, а море я вам всё-таки сниму потом. Вот спустились вниз к морю. Такое море. Это всё-таки не передать. Такие высокие волны. Ау! Стоп! Стоп! Ну, на сегодняшний день хочу сказать, что на себе, на своей семье и на близких моих, ну вот девочки, с кем мы тут общаемся, никто не почувствовал в себе негативное отношение. Ну, может быть, потому... Я не знаю. В смысле, я не знаю, почувствовал ли кто-то здесь на себе плохое отношение. Я не знаю, правда. И про это говорить не буду. Но за себя, как я вам ещё раз говорю, на сегодняшний день всё очень спокойно. Всё, в общем, всё как было. Но только, может быть, чуть-чуть побольше я почувствовала на себе заботы. Вот как-то, знаете, вот как-то, как, вот так позаботятся. Ну, не знаю, вот у меня такое ощущение, что как оберегают. Вот сейчас оберегают, чтобы именно не меня от кого-то, а именно, вот знаете, состояние. Чтобы вот помимо того, что все же понимают, всё равно, что мы переживаем и всё. И, ну, вы, я надеюсь, понимаете, что я. Как-то, знаете, более внимательно стали относиться и вот как-то более участливо. Ну, во всяком случае, я это так чувствую, я с этим живу. Поэтому, ну, сказать, что в моём мире что-то изменилось, ну, нет. У нас здесь всё хорошо. Сейчас, я говорю, даже опять снизились цены на электроэнергию с 1 марта, да. Видите, что я без обогревателя сижу. Я и ночью, и ночью. Ну, действительно стало теплее, и в доме стало теплее. И я включаю обогреватель очень-очень редко. Ну, когда уже, знаете, вечером, так, если, допустим, откуда-то пришла, и у меня окна открыты, что я всё равно всё проветриваю. Вот, и тогда я включаю на некоторое время обогреватель. А с 1 марта у нас ещё на 10% снизили оплату за электроэнергию, за тарифы по электроэнергии. Тогда у нас повысили, да, размер потребляемой, минимальная оплата, это было 100, 150, стало 210. А сейчас ещё плюс на 10% снизили с 1 марта. Ну, с другой стороны, ещё всё лето с кондиционерами, так что я думаю, это будет не лишним. Ну, ребята, не о том было видео, это я, как всегда, отступление, потому что и это тоже спрашивают. И я, как всегда, это говорю вам. Вот, ну, на всякий случай ещё раз вам скажу о том, что если, по какой-то причине, потому что сегодня многие написали, что Инстаграм России очень сильно тормозит, а сын вчера уже не мог туда зайти, ну, может, сегодня уже может, но все тормозят, говорит, тормозят. У меня группа Лара в Телеграме, Лара из Махмут Лара, и вторую группу, ну, никто там не пишет по какой-то причине, как будто никого не интересует. Вот, все задают вопросы мне, хотя можно спокойно там дать, и будет не только мой ответ, а все ответят. Вот, это группа Alanya. Всё обо всём 50+. Вот такая группа, я попробую здесь написать, но ссылка у меня уже есть, если кому-то надо, я буду скидывать эту ссылку, потому что там можно спросить всё. Вот вас интересует, как относятся в Турции. Скиньте, пускай вам ответят. Там, что там с лекарствами, кто-то с чем-то. Я, допустим, вот, ну, я многого чего не знаю, потому что вы видите, как я живу, да? А кто-то это знает. Кто-то был в больнице, кто-то сейчас делал страховку. Страховку сейчас, кстати, прям все говорят, что на 300% подорожало. Ну, это, конечно, жесть. Ну, ладно, мы опять не про то, а про то, как относятся к русским в Турции. На, как я сказала, на мой взгляд, на мой взгляд, вот как я живу, как я чувствую, мне кажется, что пока на сегодняшний день, ну, очень хорошо. Вот. Ну, я, как всегда, приглашаю вас, подписывайтесь на мой канал. Как всегда, приглашаю вас, читайте мои посты в Инстаграм. Ну, а я сейчас пошла, пройдусь для вас, сниму улицы, городом. Я на сегодня с вами прощаюсь. Всегда ваша Лара. Мира всем, любви. Ну, главное, мира и любви. А я всегда остаюсь вашей Ларой. До новых встреч на моем канале. Вот именно поэтому я говорила, что мне очень нравится Махмудлар, потому что эти две машинки прошло, и опять все тихо. Я вышла вот тут на серединке стою. Все с этой стороны вот прошли машинки. И я спокойно иду. Не надо ждать у нас ни пешеходных переходов. Все на самом деле тихо и спокойно. Ну, вот смотрите, магазины все работают. Да? Я с вами на улице. Стою просто. Конечно, я не знаю, как все будет дальше, но я вам показываю на сегодняшний день. Это сегодня у нас такое море неспокойное, совсем, совсем неспокойное. Очень сильный ветер. Ну, все равно, кто-то бегает в эти волны. Зачем, непонятно, бросает камни. Ну, если вы еще раз спрашивали, как, какая здесь обстановка, ну, вот так все. За будущего, пока. Спасибо. Редактор субтитрово-уреiggle. Продолжение следует...